На настоящий момент я не вижу этого потенциала, поясню почему. Но я не понаслышке, я стал общаться с китайцами с 1958 года. Я учился вместе с ними в инженерном замке, там учились китайские офицеры военно-морскому кораблестроению у нас. И кроме начертательной геометрии, мы много беседовали о будущем. Потом я получил подтверждение, общаясь с китайцами на уровне посольства Китая. Китай, у него очень много своих проблем. И он не может сформулировать повестку дня будущего для всего мира. Без этого рассчитывать на геополитическое лидерство невозможно. Чтобы не говорили о Западе, тем не менее, источник только, вернее, колыбель Запада не в Греции, не в Риме, а в Египте. Там была сформирована долговременная повестка дня для всего мира. И крещение Руси, ну, с одной стороны, было неким тормозом в развитии. Ну, а с другой стороны, как бы, был проведен глобальный эксперимент. Переварит ли Россия, Русь, исторически сложившееся христианство? Я не говорю об учении Христа. Нет в современном христианстве ничего не осталось от учения Христа. Достаточно прочитать символ веры. Просто Рим, разваливаясь из своего многобожия человеческого, вот взял в качестве Бога одного человека. И мы полагаем, что Русь переварила исторически сложившееся христианство. Но переварила мы, поэтому называемый, идеалистический атеизм. То есть, идеалистические атеисты говорят, да, Бог есть, это вот дедушка такой с бородой, видите, на иконе там. Вот, и начинают нести всякую напрасную на Бога. Подменяя общение с Богом, всякая ритуальщина. Когда говорят, ну, ходишь ли ты в церковь, вот ты православный, имеет в виду, соблюдаешь ли ты все обряды. Общаться можно только через батюшку. Я понимаю, потому что грамотности не было, ну, или была очень ограниченной. Элита, ну, соблюдала обряды, ну, не очень. В основном, и библия у нас была на, в основном, на французском, на немецком, да на английском. И только в 1876 мне вот тут Виктор Алексеевич звонил, сказал, что прислали библию 1881 года до этого. Откуда народ мог знать библию? Она была на таком языке, который уже никто читать-то не мог. Поэтому поп брал какую-то одну часть библии и комментировал. Но я убедился, что и они всю библию не знают, как в исламском мире не знают Корана. Потому что вот как Мула берет, трактует аят там, или отдельную главу, так и у нас попы это делают. Целостного представления о библии нет. Да еще говорят о том, что это все от Бога, и каждая буква нельзя менять. Чушь несут. И в это верят. Возьмем септагенту, который во времена Птолемея, Сатера или Филадельфы. Это 300 лет до новой эры. Ну, приехали 70. Предположим, что это был факт. Но на том древнем иврите 22 согласных, а гласных нет. А в зависимости от того, какую я поставлю гласную, смысл может поменяться вообще. И вот септагента, 70 толковников. Вот они сели на острый форос, перевели, проверили, у всех все одинаково. И в эти сказки верят. Библия – это факт от Бога. Есть исследования, другие, они более важны, которые говорят, да, вот надмирная реальность давала в течение двух тысяч лет примерно одно и то же. Что Бог не безучастен к тому, что происходит на планете Земля. Первое откровение дается на уровень высшей власти фараону. Аминхотепу 4-му, 10-й фараон 18-й династии, который принял имя Эхнатон, который получил его в виде гимнофотону. Он был грамотным, он записал. И он сразу порвал и с иерархии севера, и юга с этими иерафантами, и даже столицу, там ведь как поочередно, то Фивы, то Менфис. Расстояние как от Москвы до Питера. А он строит столицу посередине на берегу Нилы и называет ее Ахет-Атон, горизонт Бога. Вообще-то это первое откровение о единобожии. Все, что в мире есть, все от Бога, если кратко. Проходит почти 628, еще 628, а что такое 628? 2Пи, да? 314, 314. Второе откровение Иисусу. Он грамотный. Вот что касается мне, я думаю, что есть откровение. Его записанное им самим. Но вот Ихнатон записал гимн Атону, через 17 лет ушел, все стерли, а гимн Атона нашли только в 20 веке. Стали переводить. Потом апостолы записали за Иисусом, а наш Булгаков написал Пятое Евангелие, кроме четырех, от Луки, Марка, Иоанна и Матвея. Суть этого романа в том, что он говорит. Ходит тут за мной один с козлиным пергаментом и все время пишет. Я прочитал и пришел в ужас. Я никогда ничего подобного не говорил. То есть понимание, понятие – это образы и лексика. Лексика может одна, а образы разные. Тогда нет понимания. У меня студенты записывают, я иногда посмотрю, что они берут, и говорю, слушай, я ничего подобного так не говорю. А я так понял. Ну что ему скажут? Так понял, так и понял. Ладно. И вот в седьмом веке Новой Эры дается Мухаммаду. Вообще неграмотно. За ним записывали. Седьмой век до Новой Эры, седьмой век Новой Эры, четырнадцатый до Новой Эры, вместе две тысячи лет. Если сделать сравнение, вытянуть прямую речь Иисуса, гимна Тона и Коран, это одно и то же, содержательно. А если еще и уметь слушать ритмику, музыку текста, то и по форме одно и то же. Вот пока доказательства, что Бог не безучастен, но это не значит, что это вот, как бы там ни было, каждый, кто получает этот факс от Бога, он пропускает через свою психику. Он же не зомби. У него есть какие-то образные представления. Верно? Вот чем грешат все наши священнослужители. Ну, с Кораном, понимаю, если вот его в таком виде запустить, потому что уже тогда трудно было, тогда при Эхнатоне вообще грамотных не было. Ну, что он в элите своей имел сторонников, да и то было больше противников, чем сторонников. Поэтому стерли везде его надпись, а сами Гимнатона, там, кто умел, спрятал, нашли через две тысячи лет. Ну, а я уж не говорю, что Иисус изучал Гимнатона, но что-то он, видимо, понимал, и он решил, это я так думаю, как было на самом деле. Да, я получил откровение, но пойду я с устной проповедью. Извратят, но люди потом разберутся. Ну, а уже Коран трудно было извратить, поэтому извратили форму. Ну, я уже говорил, вот поменяли. И запрещают его переводить. А? Его запрещают переводить. В Татарстане как раз, я езжу туда, в Казани, я общаюсь с группой, которая хорошо знает арабский, русский и татарский. Они переводят уже пятый год. Нет, шестой. Это зависит ко всем, что есть переводы? Потому что есть переводы Османова, Крачковского, еще Соблукова. Ну, у меня есть 25-я сура, через которую я могу сказать, адекватен перевод или неадекватен. С переводами всегда очень сложно. Какие образы были Мухаммада и тех, кто переводит. Ну, это так же, как переводить Пушкина. Ну, Крачковский хорош только тем, что он не рассчитывал, что это будет издан Коран. Он делал подстрочник. Поэтому вот мы так пользуемся его переводом. Но это не значит, что он во всем адекватен. Когда я начал общаться с арабами из Ирака, например, мы некоторые места по 2-3 часа обсуждали найти слово наиболее подходящее, потому что он знает арабский, я русский, и мы наконец-то находили адекватное слово. Это не всегда так, как у Крачковского. Китай и не пытается даже заявить глобальную повестку дня. Но в Китае о концепции известно. И вот, когда я был в Пекине, там очень хотел встретиться с девушкой, которой фильм, мультик этот «Вперед, товарищ!» видел. Он не для китайцев, он для нас. Чтобы мы избавлялись от троцкизма. Мы не встретились с самым, вы говорили, что... Я лично не встретился, но остался тот, кто меня переводил. И мой знакомый, член ЦК, сказал, мы ее найдем, она сейчас где-то в провинции. Он встретился, я его предупредил, смотри, там будет очень пожилой человек. А он китайский, ну, не очень хорошо, но знает. И он будет ее сопровождать. И он задал, просил ее задать вопрос, то есть он дал понять, что он знает о концепции общественной безопасности. А вот когда концепции общественной безопасности будет доминировать во всем мире, какое место Китая они видят? Ну, это примерно так же, как вот в одном из своих выступлений я рассказывал о завещании там одного римлянина, который был главным судьей, который покончил с собой. Потому что, хотя он был и противником христианства, но он понимал, что рано или поздно этого времена еще, по-моему, Марка Аврелия, что рано или поздно христианство завоюет весь мир. Ну, я не считаю, что должны кончать с собой, но изучать надо. Вот именно поэтому не может, хотя Китай полтора миллиарда, но не все определяют количеством людей. В Индии, я думаю, больше миллиарда сто. Вот Индия, Китай, это чуть ли не половина населения земного шара. Но они находятся все время на грани конфронтации между собой. А вот в Малайзии, в Малайзии и китайская есть одна треть, и индийская одна треть только малайцев. Что имеет значение? количество населения? Количество населения имело значение, когда было луком и стрелами, когда воевали? Да, конечно. Притом техническом. Ну, это смотря, какие проблемы решать. Военные проблемы, я думаю, не имеют особого значения. Экономические, но опять, вот есть такое маленькое государство Сан-Марино. Там население 30 тысяч. После Лихтенштейна второй уровень жизни. Поэтому, смотря, какие проблемы мы собираемся решать. Вот, партнеры убедились, что китайцев накачать их идеями не так-то просто. Несмотря на то, что техносфера, конечно, давит на Китай, войну, как мне говорили мои знакомые китайцы, Китай никогда не простит западу опиемных войн. По тем временам Китай был уже тогда полмиллиарда, и в этих опиемных войнах погибло 100 миллионов. Вот представьте, у нас Первую мировую войну, там 10 миллионов, во второй пятьдесят, а тут 100 миллионов. Ну и как, забудут они это? Японцы как раз ничего не забывают. Нет, они не забывают, что Япония до сих пор оккупирована американцами, и это еще американцам выйдет боком. Японцы ничего не забудут, а китайцы не забудут оккупации Японии. На этом держатся сталкивать народ лбами. Благодаря этому и Запад собственно не существует. Он сам сейчас не пойдет воевать. Американская армия может только выполнять полицейские функции. Да и во второй мировой войне ну если бы Сталин не помог немцы бы сбросили весь этот десант Нормандии. Но еще об этом никто никогда не говорит. Но если было позволено руководству Великобритании и Соединенных Штатов открыть второй фронт не против Германии, а против России, они бы это сделали. Но тогда ситуация была такая, что их народы были полностью на стороне сражающегося, истекающего кровью Советского Союза. Если бы они это сделали, давайте поможем не русским, а немцам. Могли бы всех снести, потому что ну конечно можно оболванивать народы, но не такой степени. Но сейчас они об этом мечтают. Они хотят Европу сделать фашистской и вместе прикроются. Но опять немцы воевать не хотят. С французами видели, что вот пришел авианосец, постоял, а потом авианосцы сейчас при столь развитом ракетном оружии это просто хорошие мишени. А стоимость их ой-ой-ой. У нас долго было, ну авианосцы всегда это оружие нападения, не обороны. Поэтому Америка, Англия, Франция, Япония имели авианосцы. А у нас не было. Прекрасно на Западе знают, что Россия ни на кого нападать не собирается. Но Европа оккупирована Америкой. И хотя давай какие угодно обещания, но будут двигаться и придвигаться к нашим границам. Ну ладно, придвинулись, дальше что? С Украиной не прошло. да, они сделали ее фашистской, вот, но втянуть нас в войну со своим собственным народом не получилось. Сирии тоже не получилось. Сейчас они будут пытаться в Белоруссии решать эту проблему. Как? Ну, наверное, вам известно, что первое начало развала положил Хрущев и государственный переворот, который совершил он со своей кучкой небольшой. Второе продолжение или второй этап развала Советского Союза был тогда, когда Запад предложил нашим политическому руководству конвергенцию. И оно с радостью хватилось. Да, в народе были настроения, только бы не было войны. Но конвергенция тоже должна идти, и она проходит всегда по определенной концепции. И в отличие от нашего политического руководства, а я это знаю не понаслышке, я беседовал с некоторыми товарищами, до них это вообще шок, что марксизм был просто светской разновидностью Библии. И там не сами американцы, не президент, они тупые, вообще ничего не понимают. А есть всегда, мы их называем кураторы библейского проекта, вот эти понимали, если политическое руководство согласится на эту конвергенцию, мы с помощью Соединенных Штатов и Запада скушаем, проглотим, переварим и выплюним этот Советский Союз. Согласились. Чем кончилось? Августом 91-го года. А почему они предложили такое? Потому что на Западе знали, там не все члены партии коммунисты, особенно в высшем руководстве, но они не знали второй части этой формулы, что не все члены партии коммунисты. То есть, что не все коммунисты члены партии. У нас было много беспартийных коммунистов. Вот это в их головы не укладывается. И вот это сейчас решает всю проблему. Сколько у нас в Советском Союзе было коммунистов, не будучи членами партии.